Итак, добрый день гостям подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе полезные вещи для зимней рыбалки. Сегодня я покажу для чего нужен глубиномер для зимней рыбалки. Покажу свой глубиномер. Давайте начнем, я все расскажу и покажу. Поехали! Итак, показываю свой глубиномер. Посмотрите, здесь просто мотовила обычная, хорошая нить, вот такая прочная. И сам глубиномер, это у меня, посмотрите, уровень. Знаете, как раньше заборы выставляли, натягивали веревочкой. Вот как раз этот груз оттуда. 187 грамм он весит. И посмотрите, для чего нужен глубиномер. Здесь я поставлю. У меня без всяких понтов. Посмотрите, я сделал маркер метровой отметки. То есть, метр, два метра, три метра. Можно даже приклеить какие-то такие маленькие. Есть как типа изолента такая, хорошо клеящая. На ней наклеить там черную такую изоленту, например, кусочек наклеить. И на ней уже белым маркером тонким. 1, 2, 3, 4, 5, 6 метров. Мне этого достаточно. Для чего нужен глубиномер? Глубиномер нужен, конечно, я сделаю всё-таки изолентой такие ещё флажочки. Глубиномер нужен, чтобы узнать на зимней рыбалке. Мы пришли на место сразу, чтобы мы узнавали перед рыбалкой, перед всем, чтобы мы не бурили лунки, не ставили палатку, что-то делали там, а сразу вы нашли место. То есть, если новое место, мы не знаем глубины, хотя есть приложение с глубинами. Мы пробурили лунку и без проблем сразу узнали глубину 5, 6, 7 метров. Потому что мармышкой на течении мы не всегда глубину прочувствуем, а глубиномером без проблем узнали глубину. И далее глубиномер также нужен. Мы узнаем глубину. Ну, например, мармышкой мы не чувствуем, но определили глубиномером, что 7 метров, например, выставили, зафиксировали нашу зимнюю удочку на 7 метрах. Ну, сделали 7 метров, там 7,5 метров, чтобы мармышка была на дне у нас. И без проблем опустили это всё дело с кивком смело. Мы знаем, что мармышка, даже если она немножко на дне находится, ничего страшного в этом нет. По течению она чуть-чуть не сделала не 7, а 7,10-7,20 сантиметров, чтобы она всё равно на дно встанет в любом случае. И так мы без проблем будем ловеть. Мы хоть не будем чувствовать ей дно, но мы знаем, что она на дне, что всё, никаких проблем не будет. Вот для этого нужен такой глубиномер. Обычная, посмотрите, посмотрите, какая у меня вот эта мощная нитка. На леску его лучше, конечно, не фиксировать. Такие глубиномеры, потому что, не дай бог, оторвётся леска, а с ниткой это ничего не случится. То есть мы приехали, глубиномеры в основном нужно, чтобы узнать, какая глубина. Побурить, выбрать нужную себе глубину, посмотреть, чтобы не было не слишком мелко. И также выставлять и опускать можно способ узнать глубину глубиномером. И вот эти мормышки, даже если мы не будем чувствовать дно на течении, мы выставляем их по глубине и без проблем ловим. А глубиномеры это очень нужная вещь не только для зимней рыбалки, но и для летней рыбалки, для рыбаков. Глубиномеры, от слова, от его названия, понятно, что мы узнаём с помощью него глубину. Итак, на сегодня всё. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм и группу о рыбалке и кулинарии ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Всем пока!